Порошенко подписал указы об освобождении от должности судей Шевченковского районного суда Киева, Светланы Гайдук и Натальи Гриньковской в связи с нарушением ими присяги. Об этом накануне сообщила пресс-служба главы государства. Отмечается, что Временная специальная комиссия по проверке судей общей юрисдиции установила, что судья Гайдук во время Майдана зимой 2014 года, принимая решение об избрании меры пресечения в виде держания под стражей сроком на 60 дней к одному из граждан по подозрению в организации массовых беспорядков, а также активном участии в массовых беспорядках, грубо нарушила требования уголовного процессуального законодательства. В частности, судья якобы применила к этому гражданину слишком тяжелую меру пресечения. В свою очередь, судья Гриньковская во время привлечения к административной ответственности ряда граждан за невыполнение водителями требований работников милиции об остановке транспортных средств не приняла меры для полного, объективного и всестороннего выяснения каждого дела, что свидетельствует о необъективном и предвзятом рассмотрении дел относительно данных лиц и являются нарушением присяги судья. Напоминаем, что ранее Порошенко подписал указ об увольнении более 80 судей за нарушение присяги, в том числе и за принятие решений в отношении так называемых активистов Майдана. В Днепропетровске водитель автомобиля, нарушивший правила дорожного движения, открыл огонь по патрульным полицейским. В итоге нарушитель застрелил одного полицейского, еще один страж порядка получил ранение, но позже также скончался. Одним из погибших оказался 27-летний лейтенант полиции Артем Кутушев. Его напарнице, лейтенанту Ольге Макаренко, было 36 лет. В январе этого года обоих назначили на должность инспектора ФРО 4-го батальона управления патрульной полиции в Днепропетровске. По данным СМИ, у Артема Кутушева осталась трехлетняя дочка, а у Ольги Макаренко двое детей. Отмечается, что правоохранитель остановили автомобиль Ситроен за грубое нарушение, после чего водитель выхватил одного из патрульных табельное оружие и открыл по ним огонь. Сам инцидент попал на видео. На опубликованных сети кадрах видно, что после расстрела правоохранителей злоумышленник садится в свое авто и уезжает протаранив при этом микроавтобус. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что убийцу задержали. Местные СМИ утверждают, что задержанный является бойцом расформированной роты торнадо. Год продовольственной блокады Крыма со стороны Украины благоприятно сказался на развитии сельского хозяйства в регионе. С таким заявлением выступил первый вице-премьер республики Михаил Шеремет. «Я им благодарен за эту блокаду, потому что мы смогли в сжатые сроки переориентировать наш бизнес на материковую часть России. Более того, мы начали развивать свое сельское хозяйство, свое производство, которое развилось в разы благодаря тому, что они устроили так называемую блокаду», сказал Шеремет. Вице-премьер также отметил, что блокада также привела к упадку сельского хозяйства в Херсонской области, которая раньше поставляла фрукты и овощи на рынке Крыма. «Сегодня у нас растут прекрасные сады, и мы собираем рекордные урожаи. Нам пришлось отойти от таких направлений сельского хозяйства, как рис, кукуруза, которые потребляли очень много влаги. Но зато другие культуры у нас дают рекордные урожаи», подытожил Шеремет.